Приветствую вас, друзья, это Ньюсейдер, я Александр Кушнарь. Итак, сегодня в ночь на 9 октября украинские военные уничтожили очередной российский стратегический арсенал с боеприпасами. На этот раз 67-й арсенал ГРАУ, то есть главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны России. На этот раз в Брянской области, в городе Карачеве. Местные жители засняли все происходящее на видео. Эти видеозаписи у вас перед глазами. Послушайте внимательно, что же вы слышите. А слышите вы, конечно же, множественные сильнейшие вторичные детонации, что указывает на поражение как раз-таки вот тех самых складов с различными боеприпасами. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Ну да. Также нужно обратить внимание и на ярчайшую вспышку. Вот это дрожащее зарево вдали. Как вы думаете, что это? Все верно. Это масштабный пожар. Причем масштаб пожара. И мощность детонации подтверждается еще и значительным удалением тех, кто ведет вот эти съемки. То есть, если даже на таком расстоянии заметен вот этот пожар такой силы и если даже на таком расстоянии можно услышать вот эти вторичные детонации, звучащие вот так громко, то, как вы понимаете, это подтверждает масштаб происшествия. То есть, скорее всего, этот арсенал ликвидирован практически под корень. Иначе и быть не может, потому что... Давайте посмотрим сейчас еще и на спутниковую съемку, а именно на гугл-карты. Как видите, в общем-то, как и в других российских стратегических арсеналах, здесь ячейки, ну вот эти вот мини-склады на территории этого арсенала расположены близко друг к другу. Поэтому здесь возникает эффект переноса, детонации на соседней. То есть, если взрывается какая-то одна ячейка, то на воздух неизбежно взлетают и все остальные ячейки. Спасибо российским инженерам, которые планировали вот эти вот стратегические арсеналы именно вот в таком виде, в каком они нам явлены. Так же, как спасибо и тем российским советским инженерам, которые спланировали целую линейку, а точнее говоря, целый ряд линейок тех же танков, где снаряды уложены специально так, чтобы при попадании в правильную полусферу соответствующего снаряда эти танки превращались в фаерболы. Ну вот, как танки у России превращаются в фаерболы, так же фаерболы превращаются один за другим и стратегический арсенал России. Вот сейчас 67-е. До этого у нас, получается, были поражены четыре других стратегического арсенала, из которых и три взлетели на воздух в виде ядерных взрывов, наблюдаемых местными жителями. Ну и таким образом, вот это уже не просто пятый, в принципе, атакованный стратегический арсенал России за последние две недели. А здесь у нас четвертый, как минимум, случай, где есть визуальное подтверждение попадания по складу. Потому что одно дело, это просто запустить условные дронные ракеты по складу, а другое дело, это пробить ПВО и поразить объект. В данном случае, конечно же, ПВО было пробито, это совершенно очевидно, несмотря на то, что Министерство агрессии России заявляет о якобы полностью сбитых дронах. Конечно же, в эту сказку никто не поверит, да и глядя на вот эти кадры, скоро придут, конечно, и спутниковые снимки пораженного арсенала, и мы увидим, сколько процентов ячейк на этот раз было уничтожено. В прошлые разы, то есть, вот, как минимум по тем трем арсеналам, известно, что они были уничтожены почти на сто процентов. Опять же, да, в связи с тем, что вот эти ячейки были уложены достаточно плотно. Сколько здесь будет, я думаю, что, как я заметил, скорее всего, результат тоже нас обрадует. Что хранилось на этом складе? Ряд источников, в том числе украинские, говорят, что на этом складе хранились в том числе боеприпасы из КНДР, а также КАБы, ну, то есть, корректируемые авиабомбы. Давайте разберемся. Собственно, то, что сейчас практически куда бы украинские военные не попали, они попадут в северокорейские снаряды, не нужно удивляться, потому что сейчас, как недавно выяснили западные источники, каждый второй снаряд, который российская террористическая срача использует на фронте, имеет северокорейское происхождение. Другое дело, что эти снаряды очень некачественные, летят плохо, портят стволы, то есть, изнашивают и без того, на самом деле, плохой уже теперь ствольный ресурс России. Но это детали. Важно, что этот снаряд, он летит, и он может убить. Поэтому, конечно, поражение вот этих вот запасов России, это чрезвычайно важно с точки зрения того, чтобы обрубить ей возможность продолжать наступление. В Курской области террористическая сранча уже недавно почувствовала как раз-таки последствия ударов по одному из арсеналов, по 107-му, откуда как раз и шли снаряды именно на Куршину. В значительной степени это объясняет торможение способности россиян сопротивляться украинскому наступлению в Курской области. Но понятно, что нужен именно особый кумулятивный системный эффект, о чем мы уже говорили, в частности, о чем говорил специалист по данной беспилотной авиации Украины Константин Мельник, когда говорил, что мы посмотрим, это точечные акции или это будет система. Вообще говоря, в зоне доступности украинских поражающих средств, насколько я понимаю, от 15 до 20 вот таких вот стратегических арсеналов. Поэтому нужно было, конечно, ожидать, что украинцы продолжат работать по ним. И они продолжают работать. И я думаю, что на самом деле даже если не всегда с первого раза удастся поразить, то в любом случае удастся со второго или с третьего. Почему я так думаю? Ну, потому что стратегических вот таких вот арсеналов ГРАУ у России, условно говоря, крайне ограниченное количество. Они все, как я уже заметил, находятся в радиусе доступа для украинских поражающих средств. А попытки украинцы в плане поражения таких вот арсеналов ГРАУ могут делать, ну, собственно, сколько угодно. Потому что, в конце концов, как мы видим, ВСУ способны запускать по 2-3 раза крупные партии, ну, хотя бы тех же дронов. То есть, условно говоря, в течение недели украинцам запустить 300, 500, 700 таких вот дронов, по какому бы то ни был объекту, это не проблема. Вот буквально на днях мы видели, как, например, запустили те же дроны по нефтебазе в Феодосии. Ну, и не только дроны, разумеется, но в том числе и их. Получилось пробить защиту. Потом до этого, буквально в последнюю, наверное, неделю или полторы, было два массовых пуска дронов по российской территории. И вот не прошло, опять же, и недели, как мы увидели новый запуск. И я имею в виду, если считать вот с тех пор, как вот были тогда массированные запуски, я Феодосию сейчас даже не беру, потому что по Феодосии работало, в первую очередь, что-то другое. Не столько дроны, сколько ракеты, как я понимаю. Я говорю о том, что у Украины нету никаких лимитов, по большому счету, в плане поражения тех или иных российских стратегических военных и инфраструктурных объектов. Поэтому стратегическим арсеналом России, в принципе, наверное, можно самим уйти в могилу. И прямо сейчас я рекомендую россиянам самим подорвать посредством именно контролируемой детонации каждый из их стратегических арсеналов. Потому что вот сейчас вот то, что происходит, это, конечно, совершеннейшее безобразие. Люди напуганы. Все происходит не так, как хотел бучанский мясник Владимир Путин. Произошел неконтролируемый взрыв и дальше неконтролируемая детонация. Приходится эвакуировать людей. А так вы спокойненько заранее эвакуируете местных жителей, подрываете стратегические арсеналы свои. Ну и, собственно говоря, на этом заканчиваете войну. Зачем мучиться? Местные жители, например, очень недовольны тем, что им опять врут буквально в глаза, отправляя известную божью росу со вкусом урины. Ну, просто привожу пример, переписку в телеграм-канале. Мол, а что все молчат про карачевское ЧП, пишет некоторый Виктор. Ему отвечают. Слушайте, да я с трех часов стою на ушах. Далее. А вот им отвечают. Слушайте, а кто признается-то, что это ЧП? Потом приходит какая-то Наталья в чат и говорит. А что тут случилось, собственно говоря? А ей отвечают. Что мол, а в часть попали. Вот такая история. То есть, как всегда, местные жители вынуждены самостоятельно думать и гадать, что случилось. Потому что местные чиновники, как всегда, им лгут. И вот эта вот ложь уже, который раз играет злую шутку с россиянами из-за того, что они не понимают, что на самом деле происходит. Они ждут до последнего, когда уже начинает дымить так, что пол Феодосии в дыму. И они начинают задавать вопрос. Слушайте, подождите. А мы точно здесь должны находиться? Или может нам все-таки эвакуироваться, потому что воздух начинает портиться? Или, например, вот идут взрывы, вот как на этом арсенале. Вроде бы давно уже пора убегать, но эвакуация не объявляется, потому что, видите, в Багдаде все спокойно. Но это все детали, конечно, которые всем уже наскучили. Рутина в виде лжи про упавшие обломки, про все сбито и так далее. А самое главное, собственно говоря, что сегодня были за обломки. Чембилета. Расстояние до Карачева 115 километров от ближайшей точки на российско-украинской границе. Поэтому здесь, конечно, никаких проблем. Здесь уничтожить можно вообще всем чем угодно. И странно, что только сейчас направили и смогли попасть. Почему смогли попасть? Вот это интересно. Понятно же, что склад, который находится, ну тем более такого уровня, на расстоянии буквально 100 километров от российско-украинской границы, должен был бы охраняться сверхплотными системами ПВО и РЭП. То есть, если в других случаях еще можно будет как-то перемещать эти ПВО, рассчитывая, что сегодня не попадет. Ну, то есть, охранять соответствующие важные объекты по принципу, скажем, вот этой рулетки. То вот здесь вот ПВО нужно держать всегда. Его нельзя оттуда снимать, потому что если ты снимешь оттуда ПВО, это будет заметно. И это тут же приведет к поражению соответствующего арсенала. Кстати, возможно, именно так и произошло. То есть, блуждающие российские ПВО, а блуждающие именно потому, что их не хватает. Ну, вот именно, допустим, сегодня ночью отсутствовали рядом с этим арсеналом. А какой-нибудь российский крот, возможно, это слил. Причем слил заранее факт запланированного вывода средств ПВО вот с этого района. Также, кстати, произошло, по всей видимости, и в Феодосии. Там тоже блуждающее ПВО. Именно по той причине, что ПВО начинает не хватать. И там вот украинцы поймали момент, когда в Феодосии практически не было ПВО. И попали вот по этому очень важному нефтяному объекту, который, кстати, дымит до сих пор. Он дымит сегодня уже третьи сутки. То есть, сбываются наши прогнозы, что повторяется ростовская история. Ну да ладно, возвращаемся к нашему арсеналу Грау, номер 67. Так вот, друзья мои, собственно, в чем здесь вся фишка? Здесь фишка заключается в том, что украинцы, скорее всего, оказались успешны, так же, как они оказались успешны в поражении других арсеналов Грау, потому что они начали применять новые средства поражения. Я настаиваю на том, что все три, даже четыре, наверное, арсенала Грау, которые были атакованы до этого, в последние пару недель, на самом деле поражались именно ракетами. Не только дронами, но и ракетами. Просто потому, что дроны при поражении таких вот объектов недостаточны. Да, понятно, что часть вот этих боеприпасов, конечно, всегда хранится где-то наверху. То есть, в незащищенном виде они находятся. И, кстати, об этом сообщают украинские источники, что, действительно, и на этот раз в 67-м арсенале некоторые боеприпасы хранились под открытым небом. Но, понятное дело и то, что для гарантии поражать такие важные объекты нужно ракетами. Потому что это, с одной стороны, штучные объекты, ну, вот как арсеналы стратегического уровня. А с другой стороны, понятное дело, что ракет на вот такие вот операции у Украины хватит. У нее мало ракет. Поэтому, если их использовать, то именно для атаки по вот таким вот складам. Потому что ведь выбиваются не просто запасы кабов, артиллерийских снарядов, зенитных ракет и так далее. Выбивается место хранения. То есть, иными словами, теперь там ничего нельзя хранить, а оборудовать новые места хранения под боеприпасы довольно тяжело. Потому что все равно их, как ни крути, нужно хранить относительно компактно. Для этого нужны специальные условия. Ну, хотя бы какие-то минимальные стандарты защищенности. В общем, уходит арсенал. Боеприпасы хранить негде. Срочно ищем новые места. Это усложняет логистику. Это, соответственно, ухудшает поступление снарядов на фронт. Поэтому я уверен, что были и ракеты тоже. Тем более, что у Украины полно таких средств. Это и дроны Паляныти, это и те же Нептуны. Если мы говорим именно про возможность применять такие средства по российской территории. Даже и, собственно, здесь, я думаю, не обязательно было применять те же Storm Shadow и Atecoms при всем желании. Да, понятно, что если бы Америка сейчас разрешила применять Atecoms, было бы куда удобнее поражать такие объекты. И вот тут меня, конечно, поразительно поражает либо некомпетентность, либо откровенная лживость американских представителей, которые заявляют о том, что, мол, Россия вывела все свои важнейшие активы, ну, по крайней мере, аэродромы за пределы поражения ракеты Atecoms. Поэтому вам, украинцы, не нужны, на самом деле, эти разрешения. В конце концов, у вас и у самих есть соответствующие дальнобойные средства. Правда, там, во-первых, забывают уточнить, собственно, а какое количество у Украины этих самых дальнобойных средств. И что это за дальнобойные средства, да? Это явно не ракеты, а в первую очередь дроны. Дроны, которые перехватывать, на самом деле, казалось бы, намного легче, чем те же ракеты, поэтому лукавят. Но главное лукавство это то, что американцы почему-то забывают нам всем рассказать о том, что, оказывается, целые стратегические арсеналы находятся в зоне поражения Atecoms. Ну да ладно, оставим это все на их совести. На совести тех, кто прямо сейчас делает вид, что не может остановить, например, поток американских компонентов, из которых Россия делает те же ракеты «Искандер». которые являются ее чрезвычайно важным преимуществом в этой войне. Забудем. Не будем мы лишний раз вспоминать про трусость и слабость нынешней американской администрации. Да, собственно говоря, как трусость и слабость и многих других современных западных политических лидеров, которые уже спят и видят, как они пойдут договариваться с Путиным за счет интересов Украины, за столом переговоров. И только Украина мешает им всем пойти и придать все те ценности, из-за которых сейчас умирают украинцы. Давайте еще раз сосредоточимся на том, что имеем. «Нептун» неоднократно показывали свой успех. Кажется, даже баллистическая ракета Украины точно прошла успешно на испытании. На полигоне и точно, ну хорошо, с некоторой вероятностью, давайте скажем так, поразил как минимум один из стратегических арсеналов. Говорят, что в 107-й арсенал прилетела, по всей видимости, именно ракета. Мы уже и звук соответствующий показывали, точнее говоря, ну демонстрировали, да, давая соответствующее видео, где слышно было, как сначала работает самолет, а потом взрыв. То же самое в «Феодосии» было. Это было при поражении, насколько я помню, именно 107-го арсенала «Грау». Это было, кстати, в Брянской области при поражении артиллерийской базы. То есть, этот вот турбореактивный двигатель и затем хлопок. Турбореактивный двигатель и затем хлопок. Вот тут, я думаю, у меня практически не может быть сомнений никаких, что и сейчас работал турбореактивный двигатель. Полиныца средства подешевле, его, соответственно, побольше можно изготовить. Тоже вполне может участвовать в данной операции. Что ж, то, что в данном случае, как утверждается, были поражены еще и Кабы, это тоже очень важно. Почему? Потому что нужно понимать следующее. Опять же, как и с северокорейскими снарядами, куда ни попади, попадешь, скорее всего, в Кабы в том числе. Потому что, на самом деле, ведь как Россия использует свою авиацию? Российская бомбардировочная авиация, которая сбрасывает Кабы. Она, на самом деле, взлетает с самых разных аэродромов, в зависимости от того, какой из районов они хотят поразить. Если северный район Украины, то, соответственно, это условная Брянская область или чуть дальше на север. Если это Донбасс, то, скорее всего, ростовские аэродромы или чуть дальше. И понятно, что, соответственно, и на каждом из стратегических арсеналов Кабы нужны именно потому, что их везут на соответствующие ближайшие аэродромы. То есть, если бы Россия работала только с ростовского аэродрома, ну или только, условно говоря, по восточным районам Украины, то тогда можно было представить, что Кабы лежат где-то в каком-то одном стратегическом арсенале, который находится ближе к ростовской области. Но, поскольку бомбардировка-то везде идет, от северных до юго-восточных территорий Украины, то, соответственно, мы можем допустить, что и стратегические арсеналы с боеприпасами везде имеют какое-то количество Кабов. Что-то в Краснодарском крае, что-то в Брянской области, что-то в Тверской области. Так вот, таким образом, потеря Кабов для России, на самом деле, очень болезненно. И при поражении одного из стратегических арсеналов в недавнем прошлом, как утверждают источники кремлевской табакерки, известного пророссийского телеграм-канала, были уничтожены сразу 3000 Кабов, то есть месячный запас. Вот представьте, если еще и выбить запасы Кабов, то российская авиация не сможет работать так эффективно, как сейчас. А она является, на самом деле, одним из важнейших факторов сохранения нынешних темпов продвижения россиян. Да, пусть они, на самом деле, скромны с учетом той гигантской цены, которую россияне платят, так и этого продвижения не будет, потому что ни от Кабов нечем уничтожать украинские укрепления. Ну и отсюда, как вы понимаете, это влияет на повышение эффективности украинской обороны и, наоборот, ухудшение для наступательного потенциала россиян. Так вот, еще раз вам повторяю, что вырезание всех этих стратегических арсеналов будет иметь реальное влияние на фронт. Как мы уже говорили, в Курской области уже почувствовали результат удара по 107-му. В других областях тоже будут чувствовать. На линии фронта скоро начнутся реальные перебои. Вот это называется подготовка стратегической платформы на следующий год. Западные СМИ совершенно не зря говорят, что украинские военные имеют все шансы перейти в контрнаступление по всем фронтам уже в 2025-м. И частью, конечно, подготовки к этому контрнаступлению является уничтожение стратегических арсеналов России. Так же, как в свое время, подготовка ее к тактическому контрнаступлению на ряде направлений в 2022 году. Как вы понимаете, вот этому предшествовало тактическое же уничтожение ближайших к линии фронта арсеналов России. Ну, просто масштабы сейчас другие, потому что и масштабы войны, на самом деле, как вы понимаете, изменились. А суть вся та же самая. Это выбивание вот этих больших российских арсеналов с боеприпасами. И ясно, что после того, как все они будут уничтожены, все, что останется делать России, это прятать свои боеприпасы где-нибудь за Уралом. Ну и, таким образом, в несколько раз ухудшать свое снарядное снабжение на передовой. Спасибо, друзья, за то, что остаетесь с нами. Напомню, что мы активно продолжаем сбор на 10 дронов типа Mavic для группы из 47-й бригады, которой ранее мы уже помогали. Целевая сумма 29 730 евро. Собрано уже более 15 500 евро на сегодня, на 9 октября. Итак, если вы хотите помочь как можно быстрее собрать нам вторую половину суммы для вот этих дронов Mavic, которые являются глазами и ушами для любого украинского подразделения, пожалуйста, вы можете переводить свои пожертвования через литовскую благотворительную организацию Hoplon Foundation. Ее реквизиты, банковский счет и PayPal счет вы найдете в описании к этому видео. Там же вы найдете и ссылки на те ресурсы, через которые можно поддержать наш канал. PayPal, Patreon, BuyMeCoffee, банковский счет с реквизитами и суперспасибо от YouTube, в виде отдельных кнопок под каждым нашим роликом. Низкий поклон всем, кто помогает нашему каналу, потому что он существует в значительной степени благодаря вашей поддержке. Отдельная благодарность, конечно, каждому, кто помогает собирать пожертвования для ВСУ. Ваша помощь в буквальном смысле спасает жизни. Отдельное спасибо я хочу также сказать Игорю Яцковичу и его команде из компании SDA, которая, получая прибыль, часть этой прибыли регулярно жертвует на ВСУ. В данном случае, например, в очередной раз за последние сутки перечислил 1000 евро вот именно на поддержку этой команды 47-й бригады. И, таким образом, общий жертвовательный вклад именно команды SDA в их Аплон Foundation для ВСУ составил за все время практически 25 тысяч евро. Команда SDA занимается аналитикой для бизнеса, поэтому всем, кто хочет поднять свой стартап, развить бизнес, вы можете обращаться к этой компании, перейдя по ссылке в описании к этому видео на ее сайт. Ну что ж, друзья, теперь приглашаю всех посмотреть интервью с литовским волонтером Жилиносом Святоисом. Я его вводу, опять же, в описании к этому видео, чем важно это интервью. Вот всем, кто интересуется, как у нас идут сборы, как происходит, собственно, процесс закупки и доставки оборудования на передовую, вот там вот все об этом. Жилинос и я, мы как раз и основали вот эту благотворительную организацию Аплон Foundation этим летом. И вот с тех пор мы ведем уже, получается, сейчас шестой по счету сбор. И вот Жилинос рассказывает о своих планах на ближайшую неделю и рассказывает, кстати, как прошла его поездка в Украину до этого, куда он отвез как раз-таки оборудование в рамках двух сборов для украинских воинов, которым вы и собирали тогда средства. Так что еще раз добро пожаловать вот в это интервью, послушайте непременно всем, кто интересуется судьбой соответствующих средств, которые он пожертвовал на различные оборудования для украинских военных. Мира и здоровья всем и до скорого!